Привет, это Шамшурин, и прежде чем ты будешь смотреть это видео, пару слов хочу сказать. Смотри, значит, видос о кинестетике. Но он очень такой обрезанный, сокращенный, то есть просто как бы нарезка некоторых важных моментов. Они все очень важны, крайне важны в общении с девушкой и полезны. Кинестетика, прикосновения, что это такое? Это штука, которая неизбежна в твоей жизни, если ты собираешься общаться с девушкой не как друг, а как мужчина, как любовник, как муж и так далее. И рано или поздно любую девушку тебе придется начать трогать, прикасаться к ней. И они этого хотят, они этого ждут. Несмотря на то, что изначально, когда ты это делаешь, они говорят, ой, не трогай меня и так далее. Вот. Для многих мужчин, для абсолютного божества мужчин это целый геморрой, это очень большой страх, это очень большой таракан начать правильно трогать и вообще правильно сблизиться с помощью прикосновений. Неважно это знакомство, как остановить, как поздороваться за ручку, как там какие-то легкие касания сделать, встреча на свидании, само свидание перед сексом, во время секса и так далее. То есть это очень большая обширная тема кинестетикой прикосновения. Этот видос будет коротким. А всем участникам онлайн-тренинга, онлайн-интенсива Old School, который стартует, напоминаю, 20 ноября, если ты еще не записался, то сейчас есть отличная возможность. Я подарю полное это видео целиком. Оно длится 3 часа. Это был семинар-мастер-класс кинестетика в Питере. Мы его записали. Там было абсолютно все. С первых секунд общения до последнего сопротивления. Ну, хотя сопротивлением я бы это не назвал. Перед сексом. То есть как сделать так, чтобы девушка сама уже начала тебя трогать, обнимать и целовать. Сама на тебя набросилась. Еще раз, если ты не записался еще на онлайн-интенсив 20 ноября, это онлайн-интенсив Old School от Шамшурина, ссылка под этим видео. Переходи туда, там все подробности. Там ты можешь забронировать и оплатить себе место. Я жду тебя на этом онлайн-интенсиве. Еще раз, ты получишь в подарок 3-х часовой курс кинестетика. Это очень крутой и очень полезный курс. До этого такого курса еще не было. И ты узнаешь, как трогать девушек на всех стадиях общения. Пока смотри этот видос дальше. Сами чуть притормаживайте. И вроде бы логично, если человек адекватный и воспитанный, что она должна остановиться и сказать, да, что. Хорошо. Если этого не происходит, но реакция хорошая, то есть какая-то позитивная улыбка. Многие ждут хорошей реакции. Какой-то такой, что она сейчас прям встанет на колени и скажет, да, сейчас. То есть такая реакция бывает редко, хоть и бывает. В вашем случае не надо думать, что если вот этого нет, значит реагирует плохо. Если нет полного игнора или там нет, отстаньте от меня, я сейчас позвоню в полицию, значит все нормально. Значит реакция хорошая. Вот. Вы ее потом уже пробуйте остановить рукой, если она не останавливается. Рукой. Какие бывают ошибки? Да, я с этой стороны встану. То есть смотрите, ошибка номер раз. Люди сзади идут, вообще и сзади вещают что-то, это очень нехорошо. Ну как собачка такая за батоном. Может вы меня угостите батоном, может все-таки дадите сосиску. Вот этого не надо делать, то есть это все делается спереди, с вот такого какого-то посыла, что вот вы здесь стоите спереди, а не сзади цепляетесь. Плюс я вам рекомендую как? Вы останавливаете ее вот так вот, ну легким вот таким вот, сейчас, погоди. Очень легким прикосновением из серии вот прям тихонечко, легонечко. Транслируя тем самым свою какую-то, ну, позитивную настроенность. То есть вы безопасны для нее, вы не бандит, вы не какой-то там прям маньяк и так далее. Вот так вот останавливаете. По сто минутку это важно. И разрешите себе. У многих впервые, когда они будут это делать, будет ощущение, что что я творю, почему я вообще это делаю, то есть это нереально. Разрешите себе это сделать и как бы у вас получится, один-два раза сделайте. Если и это не прокатывает, то есть что можно сделать? Можете понюхать, вы говорите, что очень крутые волосы, очень крутая кожа, очень классно пахнешь. Любые ваши жесты, самое главное, они должны быть предсказуемыми. То есть это не должно быть вот, а потом какой-то комментарий. То есть вы сказали, у тебя очень крутая штучка вот здесь, там раз, потрогали. Если, конечно, она, еще есть какой-то уровень доверия с ее стороны, что она не отмораживает. У тебя очень прикольные волосы. То есть вот, и как бы там, они как в рекламе той, когда там привязали девушку за волосы к пожарному столбону и оторвала. Потрогали волосы. Ты очень круто пахнешь. Я прям стою и, не знаю, вот этот аромат сюда вот ветром. Или это из Макдональдса, я не знаю. Сейчас тут мошки, вот без прикола. Да, да, очень. Они тоже на запах, короче, ну, тихо-тихо. Ну да, им понравилось. Вот, предупредили, сказали, что круто пахнешь, взяли, понюхали. Вот, то есть, если она прям жестко отмораживается, отстраняется, то есть, ну, можете пока кинестетику сбавить. Если нюхаете, то проведите, сейчас, как показать, чтобы был вид. Проведите носом, не просто понюхайте, то есть, прикоснитесь носом сюда, чтобы вот эти были уже какие-то прикосновения. Или даже подышите, но только не так, чтобы... Раз, прям выдохнули горячим воздухом, там, губами туда, ну, то есть, туда это не вот сюда. Повод прощания, да, надо очень важно сказать, значит, по поводу прощания штука следующая. Вы говорите, ну, все, мы с тобой прощаемся, либо это щека, давай щеку, там, раз, щека, вот. Тоже там придержали за локоток в этот момент, там, можете ее вот как-то вот так себе подтянуть. То есть, все равно вы делаете какие-то штуки параллельно с этим. Либо говорите, все, давай прощаться. То есть, вы, опять же, предсказуемо, вы показываете, что сейчас будут эти обнимашки. Опять же, можете всего этого не делать вообще. Ну, как бы, я считаю, что это работает, у меня, как бы, есть свой опыт, который показывает, что это работает. Мы прощаемся. Если она не хочет обниматься, она, скорее всего, говорит, не-не-не, короче, все, пока. Вы говорите, не-не, я тебя не обнимаю, я не буду этого делать, идете все равно, короче, ее. И ее обнимаете. То есть, прикол в том, что вы ее, как бы, обманываете, но ей нравится, когда вы ее так обманываете. То есть, чувак все равно упертый, настойчивый, все равно делает то, что я хочу, как бы. То, что он хочет, вернее, я же тоже хочу этого. Мне просто нужно, чтобы он меня не послушал. Ну, по поводу обнимашек, просто обнялись, да, можете, да, важный момент, то есть, паховая часть должна прикасаться, да, расслабься, не здесь, вот здесь-то и понеслась. Самое главное, она просто говорила, ну, как бы, вернее, я ей говорил, что ничего такого не будет. Вырубай камеру, вернее, за это, закрывай дверь. Вот, то есть, вы прикасаете, некоторые обнимаются вот так вот, короче. Ну, девушка, естественно, что она, некоторые обнимаются вот так вот. То есть, лучше всего, когда паховая часть все-таки немного, ну, близко, то есть, это какой-то тоже контакт, это тоже важная мелочь. То есть, вы обнялись, не торопитесь оттуда бежать, обнялись, погладили, понюхали еще раз, раз, все, как бы, вот такая фигня, вы попрощались. А, еще, если прям знакомство вообще такое, что вы чувствуете такая химия, что хоть сейчас уже прям фаст можно делать, вы делаете следующую штуку. То есть, вы ее к себе прижимаете во время обнимашек. То есть, смотрите, вы показываете, что вот вы тот самый зверь, который сейчас будет ее прижимать, то есть, который делает именно вот такое животное какое-то действие. То есть, вы ее прям прижали. В этот момент обычно вы даже можете услышать, ну, не хруст позвонков, конечно, а когда женщина прям так, тихонечко, так, ах, то есть, что-то она либо раз состанула, и как это в разовом называется, постановый только в разовом, постананула или выдохла, то есть, как-то так, вот вы ее прижали, прощались, сказали, все, давай, увидимся, короче. Я ничего не говорю, что, возможно, вот такие мысли были, блин, сжали эти люди здесь, у меня они были. Так, смотрите, ладно. Понимаетесь вот так вот, что-то ей при этом рассказывать. Еще раз, это не должно выглядеть так, чтобы вы такой тихий, напишутый. И когда она говорит, скажи мне сейчас, может, хватит? Может, хватит? То есть, так это выглядит не должно. Вы при этом общаетесь, вы как разговариваете. Вот это очень крутая штука. Какие-то вот такие движения. Опять же, вы посидели, подделали, короче, там, что-то еще, пока, пару смс-к напишу, там, раз написали, раз чай там налили, выпили, поболтали, что-то рассказали, потом опять за руку. Ну, то есть, опять же, уже не сюда, куда вы добрались, там, таки сразу вот сюда. Раз за руку, и просто потом опять уже быстро перебирайтесь, что место, на котором вы закончили. Вот здесь очень круто. Можете начать нюхать. У тебя очень гладкая кожа, очень круто пахнет. Вот здесь прикасаетесь при этом губами, носом. Ведете сюда. Вот, там нормально все. Раз, перестали, положили опять. Вот, вот эти штуки, типа, у тебя как бы мышцы. То есть, всегда должен быть какой-то предлог, да, чтобы потрогать. Мне нравятся твои пальцы. У тебя гладкая нежная кожа. У тебя здесь прям, вот, я смотрю, ты на спорте, бицухая. Вот, так, потрогали. Вот, то есть, вы продлились, вернее, прошли по руке, играйте пальчиками. Можете вообще поделать такую штуку. Можете вот так вот обеими руками, тихонечко вот так вот проникнуть. Я буду показывать поверх волос, а вы проникаете вниз. И вот такими движениями делаете массаж. Как правило, девушка там закрывает глаза, ей хорошо. Вот. Что дальше? Вы выбираете волос. Здесь платье, с платьем нам повезло вообще. Вот. Когда все равно вот такое, или водолазка, вы ее отгибаете и прикасаетесь здесь. Вы можете при этом прикасаться губами, вы можете при этом прикасаться носу, вы можете при этом даже... Такие штуки, то есть, прям, даже посильнее какие-то звериные. И в этот момент чуть-чуть там потянуть ее за волосы. То есть, эти штуки, они вызывают вот это как раз какое-то животное ощущение. Раз, отпустили, там, повернулись. Вот вы сами, не то что она говорит, все хорошо, вы сами прекращаете, сами их сажаете. Она там вызывает им сам ощущение, что, блин, чувак вообще не давит. Все круто, он просто делает это столько, сколько мне нужно. Скажем, вот, ты руку потрогал, да, ты же отложил, там, потом поднимаешься выше, да, в среднем делит, ну, там. Нет, опять к тому же возвращаюсь. Нет, нету, чувак. Когда я говорю слово «ждешь», это значит, что ты просто не делаешь это вот так вот. Ух ты, позволила за руку, и все, и теперь ты не отпускаешь больше там, это, чай налить, да. Так вот, ты сам, подожди, там, будет только, сейчас я налил. Такого быть не должно, ну, как бы, в каких-то разумных пределах. То есть, самое главное, наверное, не то, что ждем. То есть, показываем всем своим видом непривязанность к этому. То есть, причем не просто показываем, она действительно должна быть, но она придет позже, когда будет какой-то опыт, когда будет какой-то наук. Когда ты поймешь, что ты можешь выбирать женщин. То есть, для этого надо научиться с ними знакомиться, перестать испытывать при этом дискомфорт, или хотя бы уменьшить его там с уровня эффекта каменных ног, когда ты вообще до того, что ты волнуешься, но подходишь. Ну, как бы, этому надо научиться. То есть, когда у тебя будет, тогда у тебя будет выбор. А там, например, что-то там без галтера, он мешает, он реально мешает, давай просто растягнем. И вот это вот, как я делал, сейчас, я не буду ничего. Короче, вы начинаете делать. Какие-то вот такие движения. То есть, целуйте или покусывайте вот на колочках до затылка. Смотрите на ее реакцию. То есть, она говорит, это ради массаж, что такое массаж? Сейчас тоже массаж специальный. Вот здесь покусываете. И покусываете позвоночник. Это очень приятная, очень нуждающая штука. Покусываете позвоночник от самого низа. Просто я не хочу, чтобы в болиночке было неудобно. А там делать ноги, допустим. Что можно сделать с ногами? Хх, чтобы положиться в лазер. Снимаете. Ну, предварительно я бы ей предложил сходить. Потому что там, например, там сам бы сходил по-моему, и ножки, то есть, что-то еще стукни. Субтитры сделал DimaTorzok